Мы озвучили истории детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Я живу с приемной мамой с 4 лет. Мы познакомились в больнице для детей-сирот. Там она ухаживала за мной и за другими детьми. Тогда мама еще не знала, что у меня ВИЧ, и когда ей об этом рассказали, у нее не возникло никакого страха. Мама говорит, что ей даже стало легче, потому что она очень хотела меня удочерить и боялась, что это сделает кто-нибудь другой. Когда мне было 10 лет, мама рассказала, что я ВИЧ-инфицирована, и что заболевание передалось мне от биологических родителей. Это вызвало во мне злость. Очень хотелось плакать. Но я бы не хотела и мстить. Спасибо маме, которая все мне подробно объяснила и успокоила. Мы в семье решили, что лучше не распространяться о моем заболевании, потому что люди почти ничего о нем не знают и не всегда готовы общаться с такими, как я. Мама говорит, что очень важно понимать всю степень ответственности. Мне очень интересно, что будет, когда я вырасту. Нужно будет продолжать пить таблетки или, может быть, лечиться каким-то другим способом. А может быть, вообще ничего не нужно будет принимать. Мне бы очень этого хотелось. Конечно, можно опустить руки, грустить, жалеть себя. Но зачем? Можно ведь жить, радоваться жизни, заниматься любимым делом. Я, например, очень люблю кататься на велосипеде и гулять с друзьями, а еще рисовать. И я занимаюсь тем каждую свободную минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...